у нас обозначена тем как пассивный доход на российских акциях как выбрать на самом деле я хотел может быть даже разбить данную тему на две пост тема да и может быть там два ролика по этому поводу снять то есть первый это некая такой фундаментальной вещи теория второе соответственно практические вещи потому что часто приходится слышать что люди в своих стремлениях своих желаниях да говорят вот хочу пассивный доход их представление знаете это как любой русский человек хочет как имели дурачок лежать на печи ничего не делать и чтобы все непосредственно происходило первое о чем хочется поговорить это о том про основы то то есть основы что такое пассивный доход на российском рынке и понять отличие да то есть активный доход и пассивный доход активный доход в любом случае если человека требуется какое-то его участие если требуется чтобы человек что-то делал руками головами то есть применял какие-то активные действия да то есть мы это называем активным доходом потому что иногда приходится я думаю многие подписчики работают с недвижимостью да с посуточной сдачей недвижимости в аренду все-таки это является активным доходом да это никак не пассивный доход даже долгосрочная даже сдача недвижимости в аренду в какой-то степени можно отнести к пассивному доходу как мы живем да как начинается жизнь каждого человека мы получаем высшее образование кто-то не получает выходит на работу начинает работать активно за что он получает зарплату то есть когда мы говорим в принципе о доходе доход что это не что иное как получение каких-то денег в карман до который человек получает если мы понимаем что деньги это средства платежа что это некая мера стоимость это мы деньги получаем взамен чего-то и соответственно взамен своих активных действий когда мы работаем по найму то мы продаем свои свое время в каждом в каждом трудовом договоре будет написано что вам платят за время попробуйте там сделать результат не выходя на работу вы дохода не получите соответственно мы можем получать деньги за какие-то знания узкоспециализированные специфичные и здесь получается доход форме гонорара да то есть который человек получает третье мы можем получать доход от инвестиций в этом случае мы продаем собственные деньги мы продаем свои деньги другим людям которые этими деньгами пользуются и нам соответственно выплачивают доход в форме доходов дивидендов купонов или еще чего-либо чего бы то ни было ну вот наверное три основных формы дохода которые можно получать и все в любом случае они являются в активной форме в активной фазе получаются я в свое время понял одну простую концепцию на то есть когда человек говорит о пассивном доходе это когда вы доход получаете вне зависимости от того предпринимать его к этому какие-то активные действия или не предпринимать и это вот я всегда люблю разграничить там два этих понятия активный пассивный доход соответственно где можно такое получать это организовать объект предпринимательской деятельности когда вы являетесь или владельцем собственного бизнеса или вы являетесь акционером какой-то компании или вы кому-то даете в долг надежному да и вы как бы один раз это сделали и соответственно те кто вы продали свои собственные деньги это можно продать или путем выдачи займа или путем покупки каких-то бизнесов и сами в операционном управлении не участвуйте то есть когда люди говорят что у меня есть маленький бизнес и я там у меня есть магазинчик и я там в нем и директор и бухгалтер и продавец это все-таки активный доход предпринимателя когда вы наняли туда директора когда у вас есть штат когда у вас есть продавцы когда вы просто занимаетесь тем чем вы хотите заниматься и при этом ежегодно получаете прибыль ежемесячно ежедневно получаете прибыль это в принципе пассивный доход очень важно понимать эти различия да то есть вот эти вот грани когда мы говорим об активном пассивном доходе соответственно когда мы говорим о рынке ценных бумаг то здесь нужно тоже понимать что пассивный доход на рынке ценных бумаг он может быть двух типов то есть первое это когда вы становитесь собственником какой-то конкретной компании или акционером в этом случае вы становитесь вы покупаете долю этой компании и имеете право на получение части чистой прибыли от финансового результата второе когда вы выступаете неким таким рантье то есть вы не становитесь собственником компании вы просто компании даете в долг или государство даете в долг посредством покупки облигации то есть инструментов с фиксированным доходом, то есть фактически занимаетесь кредитованием. И здесь соответственно есть два типа пассивного дохода, то есть первое, если мы работаем в долговом рынке, если мы являемся рантье, если у нас есть какой-то крупный капитал, который позволяет выдать государству в долг или компанию в долг, то в этом случае наш доход это купоны по облигациям, то есть в любом случае у нас это получается денежный рынок, в любом случае это инструменты только облигации и третья форма дохода это получаемые купоны по облигации, то есть они заранее оговорены, они заранее известны и соответственно здесь мы говорим о том, что если мы хотим получать пассивный доход, то в этом случае называется, я называю это стратегия скользящий купон, то есть у человека есть условно 10 миллионов рублей, он покупает 6 выпусков облигаций, которые выплачивают купон раз в полгода и таким образом получается, что одна облигация платит в январе и в июне, вторая в феврале и в июле, третья в феврале и в августе, то есть получается выплата купона раз в полгода и таким образом получается, что человек каждый месяц посредством стратегии скользящего купона получает какой-то процент, купон пассивно, вообще не предпринимая никаких активных действий к этому. Это очень похоже с банковским депозитом, очень схоже, но как правило там депозиты имеют свои ограничения по срокам, ну основное преимущество по срокам все-таки. В чем преимущество облигаций, когда вы получаете пассивный доход в форме облигаций? Заключается в том, что облигации, доход по облигации вы получаете по сути до востребования. Вам, вы практически к сроку не привязаны, если вы открываете счет банковский депозит, то вы в этом случае привязаны к сроку. Это первый недостаток и первое отличие облигационного, то есть получение дохода в облигации от простого депозита. В том, что когда люди начинают сравнивать доходность банковского депозита и облигаций, в облигациях вы получаете фактически эту доходность до востребования, вас эмитент не привязывает ни в коем случае никаким сроком. Это первое преимущество. Второе преимущество облигаций заключается в том, по сравнению опять-таки с банковским депозитом, что сама облигация может вырасти в цене, то есть если вы на депозите разместили 10 миллионов рублей, вне зависимости от того, какую монетарную политику проводит центральный банк, в этом случае получается, что вы как вложили миллион, вы через год миллион заберете. В облигациях, если вы вложили миллион, купив облигации, а процентные ставки опустили, как допустим сейчас Центральный банк России опустил процентную ставку сразу на 1%, 100 базисных пунктов, то в этом случае в облигациях вы можете на этом дополнительно заработать, на банковском депозите нет. Когда мы говорим про курсовую стоимость, купил акции по 50 рублей, продал по 80 рублей, это не является пассивным доходом как таковым, потому что изменение курсовой цены, это изменение рост капитализации и вы его не получаете регулярно, то есть цена может как вырасти, так и упасть. Когда мы говорим о доходе, и это как раз таки риски, почему допустим акции более доходны, чем те же самые облигации, потому что в облигациях все понятно, все известно. В дивидендной истории, почему это более или менее стабильно? Потому что мы понимаем, что, как правило, у компании есть отдельное положение, отдельная дивидендная политика, сколько компаний направляет чистой прибыли на выплату дивидендов. Кто-то направляет 50% чистой прибыли, компании с госучастием заставляют направлять сейчас 50% чистой прибыли по МСФО или по РСБУ, чего больше, на выплату дивидендов в тех компаниях, где государство имеет долю. Кто-то привязывает в своей дивидендной политике выплату дивидендов от свободного денежного потока, допустим как ГМК Норильский Никель, там выплата идет от свободного денежного потока, то есть если у компании хорошие прибыли, если у компании выросли цены на никель, на платину, на палладе, компания заработала хорошо, то у компании хороший свободный денежный поток, она может выплатить щедрые дивиденды. Если наоборот произошла обратная история, там цены на сырьевые товары компании упали, то в этом случае может быть не выплачено но тем не менее все равно есть дивидендная политика есть как правило в дивидендной политике прописанный размер выплаты то есть сколько компания готова делиться с акционерами своей чистой прибыли а что касается курсовой цены здесь просто за баланса закона спроса и предложения да то есть цена может как вырасти такой упасть и поэтому я не стал бы к элементам пассивного дохода приводить рост капитализации компании то есть так называемая курсовая стоимость а а а а а а а